Добрый день, коллеги! Мы начинаем очередное, в последнем в этом году учебном заседании журнального клуба. И первая статья будет посвящена баксизму, то, что было наиболее актуально за последние сто лет. Так, сейчас, один момент. Показ с экрана. Докладчиком будет Мария Михайловна Цепуштанова. Продолжение следует... Так, и вижу, что здесь у нас есть ординаторы и аспиранты. И мне просто даже самой было интересно, насколько вам во время ординатуры известно о баксизме. Это именно... Вы изучаете это на своих лекциях, семинарах, потому что на своем учебном... В рот не надо. Не надо в рот. И во время нашего обучения в ординатуре мы, честно, были не осведомлены о такой проблеме, как баксизм, что это является причиной... Часто причиной боли в лице. Скажите, пожалуйста, ваше мнение. Угу. 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 Поняла. Но этот обзор действительно касается именно вот в целом всех данных о баксизме, которые собраны в ведущих медицинских журналах за последние сто лет. И, возможно, мы не получим из этого обзора прям ответы на вопросы, чем точно надо, да, и здесь просто именно будет представлен обзор, что вообще известно, и какие есть там действительные его виды. Вот. И касаемо как раз-таки о том, что насколько часто это может быть причиной приема препаратов, да, это тоже является причиной, это тоже там указано. И, соответственно, про истинные дисфункции сосочнечественного сустава этот обзор не даст это разделение, он даст именно на семиотику самого баксизма в разделении. Вот. Ну и действительно, все изучение проблемы баксизма, оно все складывается на семиотетельном обучении, потому что на какой-то причине ее программу пока обучение, насколько я понимаю, не внесли. Ну и, соответственно, да, давайте обратимся к данному обзору. Известно, что баксизм — это привычное бессознательное сжимание или скрешетание зубами без физиологической цели. По-другому это повторяющиеся активность жевательных мышц, которые характеризуются жеванием или скрешетанием зубов и или их флексацией и выталкиваемой нижней челюсти, как это изображено на рисунке. Она имеет два различных циркатных проявлений. Может возникать во сне, это обозначается как бруксизм зна, и возникает в бодрствовании и обозначается как бруксизм бодрствования. Но при этом, безусловно, у пациентов могут быть и сочетания этих состояний. Если подробнее, то бруксизм сна — это активность жевательных мышц во время сна. Она может принимать ритмичный фазовый характер, когда он неосознанно сжимает жевательные мышцы, и неритмичный, то есть тонический характер, когда это сжимание постоянное. И при этом, получается, и тот, и тот может протекать и без каких-либо звуковых сопровождений, и с этими звуковыми сопровождениями в виде сокращения, когда это уже известно окружающим людям. Соответственно, если это сопровождается без звукового сопровождения, то сама эта поведенческая привычка может быть и незнакома для пациента, он может о ней и не знать. И бруксизм сна не является двигательным расстройством или расстройством сна у здоровых людей. Бруксизм в водоросновании — это активность жевательных мышц в дневное время. Оно может быть повторяющимся или предложительным сжиманием зубов, их фиксацией или по типу выталкивания нижней челюсти. И именно вот это различие хронотипа в бруксизме сейчас детально изучается с точки зрения исследовательской, с точки зрения научной, ну и с клинической точки зрения уже связано с подбором непосредственной терапии. В чем заключается диагностика? Безусловно, это установление факта в анализе наличия бруксизма, но пациент к нам не придет с жалобом, что у меня есть привычка жевать челюсти. Он впервые может заподозрить это после приема стоматологов, поэтому в целом этот обзор был создан для большего информирования специалистов первого визына, стоматологов, специалистов врачей общей практики, среднего медицинского персонала. И вот стоматологам можно сказать, что у вас есть и ранние зубные эмали. Но к нам, к неврологам, они не приходят с такой проблемой, они приходят уже с его негативными последствиями. То есть это непосредственно болезнь в области лица, болезнь изживательных мышц, головные боли. И сами они, опять же, повторюсь, что они могут не признавать, что у них есть такая поведенческая привычка, что именно с ней связаны его головные боли. То есть это мы уже выстраиваем вторично. И, безусловно, это складывается также на визуальной оценке. Мы разделяем её так на внеротовую и внутриротовую. Внеротовая — это, видимо, гипертрофия жевательных мышц. Как мы это можем видеть? Есть небольшая такая массивность нижней челюсти, но не за счёт того, что какой-то дутловатости, может, пухлости лица. Она тоже может присутствовать, и это пациенты могут с ней связывать, что у меня там просто baby face, и поэтому челюсть чуть-чуть так расширена. Но нет, там есть именно сразу визуальное такое изменение, когда от скуловой дуги идёт небольшое углубление, и потом вновь этот оборот вторяется именно в месте расположения жевательных мышц, а не до неё. И это действительно продаёт небольшую квадратность нижней челюсти. И внутриротовая оценка проявляется в том, что мы видим механическую стираемость зубов, она может быть и неявная, как представлено на рисунке, и, соответственно, поражение мягких тканей, закусывание щёк, языка. И я как раз-таки стала анализировать свои какие-то знания про изменение мягких тканей полости рта. Я помню, что на терапии ещё в студенчестве, там, может быть, на штамп-курсе, нам говорили про появление следов зубов на зубах, на щеках. Это было признаком именно какого-то пищеварительного расстройства. То есть я не помню точно, может быть, это был признак МГР, или дефицит МГРН-12. Потом я стала у себя замечать вот эти следы и как бы соотносить с тем, что у меня в целом нет расстройства таких с пищеварительным трактом, но это может быть признаком того, что я действительно сжимаю нижнюю челюсть, и мы, грубо говоря, отпечатываются как и на языке, так и на щеках. Кстати, про ГРН мы ещё вернёмся. Тут вообще есть такой суперфакт, о котором я сама не знала. Не то чтобы, потому что я всё знаю, просто очень интересный. Так, про диагностику дальше продолжим. Выделяют три уровня вероятности, как у других из заболеваний. Возможный — это, если только есть жалобы на наличие поведенческой реакции. Вероятный — если есть клинические проявления или без жалобами на поведенческую реакцию. И достоверный — если это подтверждается инструментальными методами, с наличием жалоба на наличие поведенческой реакции или без клинических проявлений. Для того, чтобы как раз-таки сосредоступить целью набирать правильную группу пациентов, был разработан такой стандартизированный инструмент для оценки бруксизма — STAP. Он был представлен в 2023 году. И он действительно позволяет оценивать бруксизм на всех уровнях вероятности с акцентом на возможный и вероятный. Но сейчас я вам расскажу его суть, и вы поймёте, почему он в целом пока не широко известен, ну, как и все остальные. Он разделён на две оси. Ось А — это включает в себя информацию, полученную от самих пациентов, наличие бруксизма и возможных его последствий, и также клиническую оценку со стороны врача и инструментальную оценку. А ось Б включает информацию о каких-то триггерных факторах, таких сопутствующих заболеваний, которые могут приводить к этому. И здесь, в общем, это такой большой действительно протокол. Мы видим первый столбик — это статус, второй столбик — петеология и коморобидное состояние, третий столбик — последствия. Статус и последствия, они все почти относятся к косе А, когда это подтверждается со стороны пациента, со стороны врача и инструментально. То есть здесь мы видим, что в статусе просто называется, что это ночной бруксизм или какие-то пробуждающие сжимания челюсти, дневной бруксизм, просто есть повреждения мягких и костей во время осмотра, и есть подтверждения на электролеримиографии, полисомнографии и других методах. По этиологии здесь как раз-таки это больше относится к косе Б, о коморбидных состояниях, о состояниях, которые могут как-то усиливать его. Например, это тревожность, это инсомния, обструктивное аптое, какие-то моторные расстройства, туда могут отнестись и, кстати, болезнь Паркинсона, например, ну и какие-то побочные факторы, да, это бредные привычки, наркотики, никотин, алкоголь, приём в том числе медикаментозных препаратов, ну и в целом семейная история. Это вот внизу написано. И последствия — это его именно клинические проявления, есть боль, есть шум приживания, есть именно шум в ушах, головная боль и так далее. Но из-за того, что он совершенно очень сложный, требует много времени для вообще использования на каких-то случаях, да, поэтому его в общей практике используют, только вот какой-то исследовательской целью. Для упрощения именно использования в эпидемиологических исследованиях и можно использовать как дополнительный инструмент для, наверное, больше именно стоматологов, общей такой практики, первичного звена, да, к которому пациенты могут прийти первым на приём, был разработан новый скринер Бруксизма, это Брукскрин, и вот он был представлен сначала пилотно исследованием в 23-м году, в 24-м году — укончательное. Оно включает в себя заполнение анкеты. Первую анкету заполняет пациент, вторую анкету заполняет врач, ну, именно стоматолог для этого Брукскрина. Анкету, которую заполняет пациент, вот в целом такие вопросы мы можем задавать пациенту, то есть эта анкета в целом для нас тоже полезна. То есть ответы пациента, который может дать, это никогда, иногда, регулярно, часто, всегда или не знаю. Как часто вы жимаете зубы во время сна? Как часто вы скрипите зубами во время сна? Как часто вы жимаете зубы во время бодрствования и скрипите зубами во время бодрствования? Как часто вы слегка касаетесь или держите зубы вместе во время бодрствования, за исключением времени еды? И как часто вы крепко держите, напрягаете жевательные мышцы во время бодрствования и не сжимая, не смыкая дубы. Что касается симптомов, о которых может знать пациент, это как часто он испытывает боль, неприятные ощущения, усталость нижней челюсти, скобности височной части, в лице, в целом также в челюсти. Как вы часто испытываете боль в эту высшую перечисленную, когда вы открываете рот и жуёте, и как часто ваша челюсть блокируется во время еды или в любое другое время. Вторая часть скринера бруксизма — это осмотр стоматолога, миниоральный, который мы в целом используем, это гипертрофия жевательных мышц. В расслабленном положении и в сокращенном положении. И внутриротовой осмотр незубных тканей, то есть это мягких тканей, губа, щека, язык, альвеолярные кости. И что касается внутриротового, здесь это всё-таки протокол больше для стоматологов, то есть тут сегментарное распределение. Для нас важно только, что есть видимый износ, износ, ограниченный эмалью, и всё. И какую выраженность износа мы в целом можем визуально оценить, запасив пациента приоткрыть рот и смотрим, насколько это всё критично. Ну и, соответственно, видимо, как-то стоматологи могут установить, какой износ механический или химический. Химический у нас возникает как раз-таки, ну это либо при употреблении, наверное, наркотиков и каких-то вредных привычек, да, например, курение сигарет, в том числе при ГРБ, когда идёт запрос желудочного сока, то у нас как раз-таки происходит химическое повреждение зубов. Но некоторые исследователи считают, что для установки именно уровня вероятности бруксизма нужно использовать портативные электромиографические датчики. Один из них представлен в рисунке фирмы BruxOff, ещё он BruxMetra называется. Соответственно, он представляет собой такой, как электрод наклеивается на жевательные мышцы, как и электрокардиографические датчики на ЭКГ. В том числе этот протокол до электромиографических датчиков можно расширить и в обычные полисы на графине, когда мы не только определяем наличие синдрома беспокойных ног, да, и клеим датчики на мышцы ног, но и здесь можно присоединить жевательные мышцы. Так видна его картина, то есть он действительно оценивает именно степень и время сжимания. И вполне вероятно, если это как раз-таки присоединить к полису на графе, то мы будем здесь видеть и качество сна, насколько это влияет на пробуждение, и может быть причиной в том числе нарушения сна. Что касается эпидемиологических данных, Бруксим-сна больше распространён у детей, его распространённость высокая, до 40%, и что, соответственно, для нас тоже известно, есть такое мнение, да, например, если ребёнок с крышкой зубами, то у него глисты, значит, ему надо без наконьяки лечить, всё такое, но это всё-всё в целом. Если вы не первые от меня услышали, значит, просто я знала. Знаете, да, я об этом знала, то есть это у меня на каком-то подсознательном уровне эти знания есть, но в целом сейчас я понимаю, что это просто распространённость. Вот, и, соответственно, да, просто распространённость у детей более яркая. Но это связано, возможно, это как поведенческая реакция, в том числе её можно свести к выработке эмоций, может быть, дети как-то пока не склонны к их прям прямому поражению, и оно у них проявляется в каких-то поведенческих реакциях, что можно отнести к бруксизму. Что касается бруксизма взрослый, общий включает в себя распространённость до 30%, а сна получается от 9 до 15, вот так вот. Ну и бодрствование почти с общим сочетается, тоже где-то 31-30%. Распространённость у бруксизма мужчин и женщин сопоставима, но с возрастом наблюдалось снижение заболеваемых бруксизмом. Но при этом мы знаем, что с возрастом появляется вероятность развития неврологии треничного нерва, ну это после 50 лет. То есть в целом неврология треничного нерва — это редкая причина возникновения болевого стельца, достигает 13 пациентов на 100 тысяч, и его вероятность ещё меньше 0,1%. Но с возрастом она повышается, а с бруксизмом, наоборот, она снижается. Что касается причин возникновения бруксизма, что сейчас много идёт информации о вкладе биологических факторов, факторов образа жизни, возникновения бруксизма, факторов нарушения сна. Никто не исключает генетическую предрасположенность, нарушение выработки определённых нерватрансмиттеров, что может протекать при эмоциональных расстройствах, при тревожных расстройствах, употребление кофеин, содержащих продуктов, негатин, содержащих продуктов, алкоголя и использование некоторых препаратов и противосудорожных, и фенилотаминов, и селективных ингибиторов обратного захвата серотелина, к которым относятся залов или сертролин, флоксетин, цифролексы. Вот действительно есть часто распространённый побочный эффект. И имеется убедительное доказательство о роли психологических факторов — это стресс, тревога именно в возникновении бруксизма. В этом обзоре они различают прямые последствия, которые вызываются механическим сжиманием зубов, и коморбидное состояние, которое мы можем отвести к осложнению или которое бруксизм может усиливать. К бракоследствиям они относят как раз-таки расстройство нижнего челюстного сустава, его болезненность, укорочение жевательных мышц и механический износ зубов. Также повреждение тканей парадонта и даже переломы зубных инфлантов, потому что раньше действительно бы давало мнение о том, что неправильный прикус является основной причиной возникновения бруксизма, дисфункции височного нижнего челюстного сустава. Ну, именно в первую очередь дисфункции с очень нижнего челюстного сустава. Но лечение, исправление прикуса — это всегда долгая история. Там могут действительно ставиться какие-то ортоденетические специальные импланты, а бруксизм может никуда не деваться, и боли могут никуда не деваться, потому что эта геническая реакция не прошла. Да, они исправили прикус, но постоянное сжимание мышц и их укорочение может как раз-таки приводить к нарушению, соответственно, во-первых, широты открывания рта, да, и получается давать лишнюю нагрузку на височный нижний челюстного сустава, усиливая его дисфункцию. И поэтому действительно некоторые стоматологи перед ортоденетическим лечением, если они видят признаки наличия бруксизма в пациентах, отправляют к небологам для проведения ботулинотерапии, потому что они просто не могут даже открыть рот им у себя на стуле. Вот. И потом, как бы, проводят лечение, если оно там действительно нужно, но, соответственно, ботулинотерапию нужно при этом всё равно продолжать поддерживать. Вот. Такой фактор, который для меня был открытием, что у бруксизма есть протекторные свойства. Но ночной бруксизм может защищать от обструктивного апноэ во сне, то есть когда, ну, только у тех пациентов, у которых стратегия вот в движении нижней челюсти помогает и освобождает проходимость дыхательных путей. И, соответственно, когда пациент сжимает зубы, и это проявляется в движении в нижней челюсти, то у него освобождается, получается, проходимость дыхательных путей, и он защищен таким образом от апноэ. Что касается защиты, вот я уже говорила про ГЭРБ, что ночной бруксизм, он может, было исследование как раз-таки вот этого 16-го года, что он активируется при забросе желудочной кислоты в пищевод. И это вызывает то, что, сам бруксизм вызывает то, что начинается сильная солевация, слюноотделение, и, грубо говоря, раз слюна возвращает этот желудочный сок обратно в желудок, защищает таким образом зубы от химического воздействия, то есть от химического разрушения. Вот, такой интересный факт. И в этом обзоре, как я уже говорила, они выделяют отдельное комбробидное состояние, которое мы можем отнести, вот как-то в том числе, последствия бруксизма. Во-первых, это хроническая головная боль, но более свежие исследования говорят, что именно головная боль напряжения характерна для дневного бруксизма, то есть дневной бруксизм усиливает, учащает головную боль напряжения, но такой связи не наблюдалось с бруксизмом во сне и с усилением мигрени. Но вторично, получается, при усилении, при частоте частых головных болях напряжения у нас в целом увеличивается дни и месяц с головной болью, и если у пациентов есть мигрень, то мы в целом это уже относим, что есть увеличение дней с головной болью. Соответственно, головная боль у них усиливается, это может быть в том числе бруксизм уже, связан и с тревожным расстройством, и со стрессом каким-то, что является провокатором мигрени. Поэтому учащение дней с головной болью, какой-то стресс, например, и это сочетание в целом страданиями головной боли могут вторично привести к учащению приступов мигрени. То есть вот такая есть связка, нежели он действительно учащает мигрень. А вторично через такие логические цепочки к этому можно прийти. Но так, в целом, головная боль на движение, дневной бруксизм. Обструктивное пное во сне было связано с бруксизмом сна у детей. Была выявлена связь бруксизма с другими нарушениями сна. Это также обструктивное пное во сне, синдром беспокойных ног, тоже как вариант поведенческой реакции. Периодические движения и конечности во сне, вот это вариант поведенческой реакции. ГЭРБ, связанная со сном, бессонница, болезнь Паркинсона, наследственная эпилепсия. Ну и в самых последних обзорах 2022 года они усилили подтверждение, что есть связь с бруксизмом сно и во сне, болезнь Паркинсона, вот в недавних обзорах. Так, подойдём к лечению. Я уже сразу говорила, по лечению тоже будет такой абсурдная информация, и она собрана за времена столетий, да, то есть мы видим ссылки на 60-й год, на 76-й год, на 70-й. И действительно в 99-м году предлагались, в целом их можно использовать сейчас, я считаю, это миорелаксанты для лечения бруксизма сна у взрослых, кулонозапам для лечения бруксизма сна у детей. Про кулонозапам и лечение бруксизма сна у детей я, честно, вам точно не скажу, насколько это используют детские педиатры, о детские неврологи, поэтому просто знайте, что в 2008 году её эффективность была подтверждена. Также описаны квадренческие походы, физиотерапия, методы мышечной релаксации и биологической обратной связи. К этому относятся, либо это мы используем датчики МГ, которые визуализируют напряжение жевательных мышц, либо мы можем заниматься той же мышечной релаксацией перед зеркалом. Соблюдение гигиены сна. Кулонозапам используются для мышечной релаксации и механической защиты износа зубов. Но ещё в 60-м году не рекомендовали необратимые изменения форм зубной окклюзии. То есть вот это такое глубокое ортодотическое лечение, потому что бруксизм может только всё нарушить, если опять же не лечить. И если считать, что бруксизм и дисфункции социальной нижней чрезвычной сута связаны только с нарушением прикуса, то это, соответственно, путь никуда. Лечение, просто ортодотическое лечение может сильно снижить качество жизни пациента, принести ему страдания экономические и моральные, но и, наоборот, бруксизм может разрушить всю систему, которая у него там во рту стоит. Ну и да, сейчас в 76-м году, и это подтверждает, ну, этот, наверное, тезис такой сейчас тоже актуален, что лечение бруксизма должно быть максимально консервативным. Из лекарственных препаратов используют препараты, которые эффективны при синдроме беспокойных ног, там, леводопа, премпексол, используют антикоммунисанты, кабинпентин, да, нейролептики, тридциклические антидепрессанты, то есть препараты направлены на мышечную релаксацию, да, на уменьшение возбудимости нервной системы, ну и непосредственно футуринтоксин типа А, конечно же, также используется, но направлены именно на мышечную релаксацию и на действие, вот именно в месте возникновения самого напряжения. Но вот Харги в исследовании 22-го года считает, что с учетом того, что абруксизм, грубо говоря, стало известно относительно недавно, да, и именно ее активное исследование тоже насчитываются десятилетиями, да, поэтому считается, что пока все-таки недостаточно доказательств ни об одном методе лечения и ее достаточной эффективности и безопасности. Вот, но это лишь связано с тем, что считается, что исторически пока мы не все знаем в абруксизме и не все, грубо говоря, не знаем каких-то суперудаленных последствий, да, потому что в целом этим и никто не занимался. Да, доказано, что биологическая обратная связь, это вот условно-электрическая стимуляция эффективна, но он только на краткосрочной перспективе, нет каких-то долгосрочных эффектов этой техники. Про окклюзионные шины включения абруксизма данных недостаточно, но оральные капы для защиты от механического стирания зубов хорошо полезны, полезны благодаря их защите. Что в заключении они указывали, что касается именно последствий абруксизма, то сейчас основное внимание уделяется дисфункции нижнечелюстного сустава и механическому износу зубов. Да, поэтому они разделили последствия вот этих проявлений и комморбидные состояния из каких-то клинических проявлений. Тогда, возможно, другие последствия пока не описаны. И важно понимать, что также абруксизм может быть связан с защитными факторами, о которых сейчас всё чаще сообщается и изучается, поэтому лечение его должно быть основано на взвешенном компромиссе между отопцательными и положительными последствиями. всё. На этом презентация завершена. Я не сделала там тайку месседж, но основное о том, что это самая частая причина лицевых болей. Распространённость мужчин и женщин одинаковая. Пациенты могут не знать о том, что у них есть такая поведенческая реакция, и мы, соответственно, это выявляем действительно в рамках уже осмотра, в рамках опроса в том числе. Основное, наверное, проявление, с которым мы можем столкнуться, это частые головные боли напряжения. Всё. А, ну и лечение пока применяем в бодокс. У детей. Он за там. Да, может быть, просто можно обречить. Да, я согласна. Ну вот, в 2008 году как бы есть данные, что Клонзипа... Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Не очень. Не очень. Не очень, да. Я думаю, что у ребёнка много стрессов, поэтому он так выражает. Он не может выразить эмоции пока в своём возрасте, поэтому он может каких-то поведенческих компульсивных реакций, в том числе в фторизме, проявлять. Так, действительно, наверное, психотерапия. Как раз, да. Это именно коморбидное состояние, что есть у пациентов в бруксизме, ещё есть обструктивное апноэ. Вот. Но он только... Если пациенту помогает стратегия выдвижения нижней челюсти в рамках именно получается освобождения дыхательных ключей, то у этих пациентов бруксизм защитный фактор. У всех остальных нет. Апноэ, безусловно, надо лечить. А бруксизм... Ну, если, соответственно, лечим апноэ, и мы там уже переходим к СИПАК-терапии, да, то я считаю, что бруксизм тоже можно полечить, потому что тут СИПАК уже есть. Если это... У него такая защитная стратегия, да, то его не беспокоит пока всем его апноэ, то можно не лечить. Но если прям чёткая связь, например, что апноэ на такой же полисомнографии с датчиками уходит при сжимании челюсти, то, мне кажется, это в целом такой хороший фактор. Ну, наверное, и можно и не лечить. Потому что бруксизм-то его, скорее всего, не беспокоит. Ну, да. Ну, да. да все-таки занятия с ребенком они сломаются мы же вам только что сказали реакция неправильно прикус может быть последствием на счет ухручения жевательных мышц то есть да может быть смещение насчет того что нет напряженном больше это меньше да ну вот боковое смещение вероятно очень опасно потому что нужно не попасть либо колоть из арта медиальной либо колоть из поднизу туда большие они укололи мышцу длинную мышцу шеи нижние верхние не очень если рубежом чаще потому что я в целом кто сумеет смещение действительно очень много лучше если если на алиэкспрессе пока поделиться клиническими рекомендациями которые я даю пациентам если вдруг они не готовы и в том числе готовы на бутырную терапию то есть я им объясняю во-первых что если вас что такое состояние есть у вас есть признаки есть напряжение жевательных мышц есть болезни здесь при планетmiş臭е плать的话 это видно визуально даже так и даже эти желательно мышцы тоже такие гордну声 такие рожки рожки могут быть но говорю что у вас есть тертые зубной эмали то есть и вот вас допустим уütрнических главные боли могут быть вызвали или на этом состоянии ещё с этим связанным тыこう ли в шее шум в ушах прощелкивание нижней челюсти То есть сначала вот это я им говорю, и предупреждаю, что просто отслеживайте, допустим, в течение дня ваше состояние нижней челюсти. Если вы чувствуете, что вы напрягли, в этот момент расслабьте. То есть так, чтобы прям нагружённо, расслаблено, зубы брось, мы бы вместе. Что ограничиваем? Часто жевание жевательной резинки, употребление грубой волокнистой пищи, вот этой жёсткой пищи, типа морковь или свинина. Такое, что, например, супер пережёвывать. Часто сидеть, опираясь на нижнюю челюсть, не рекомендую тоже отслеживать эту привычку. И, соответственно, ещё выполнение самомассажа жевательных, может, здесь и здесь, или с помощью YouTube, да, каких-то видео. И в том числе выполнение гимнастики, в инструкции с очень нижней челюстного сустава по YouTube упражнениям. Вот. Что ещё говорю, что факторы риска учащения, это никотин, кофе и кофеин, содержащий напитки, поэтому их тоже можно как-то ограничить. Но если есть такое желание, если нет, то всё страшно. Соки? Да, наверное. Какие-то соки, может быть, и вызывают. Вот я говорю, это очень сложно. Порно. Да, наверное, так. Скорее, просто они поценивали немножко. Расскажет про критерии страйф. Так, сейчас. Так, сейчас, в момент. Хорошо. Можно вот так? Так, мы поговорим про критерии страйф. Это МРТ-критерии для диагностики заболеваний мелких сосудов или церебральной микроангиопатии. Актуальный текущий заключается в том, что с 2013 года, в прошлом году, в конце 2023 года, вышли обновлённые критерии, в которых были добавлены некоторые маркёры, о которых я вам расскажу далее. Так вот. А, всё, да. Ну, для начала вспомню, что заболевание мелких сосудов в головном мозге или церебральной микроангиопатии – это причина четверти ишемических инсультов, внутримозговых кровоизлияния у пожилых людей, в сумме старше 65 лет, сосудистая деменция и связана также с подвижностью, ношением походки, подденческими эмоциональными расстройствами. Критерии STRIF были впервые опубликованы в 2013 году. Их цель была заключена в том, чтобы подтвердить признаки церебральной микроангиопатии на основе нервизуализации для лучшего понимания причин, симптоматики, прогноза микроангиопатии, а также улучшения профилактики и лечения. В соответствии с критерием 2013 года основное внимание было обращено на недавние мелкие субкортикальные инфаркты, лаконы, гиперденциальные белые вещества, предположенность на сосудистого происхождения, переваскулярные пространства, церебральное микрокровизление и атрофию головного мозга. С 2013 года, соответственно, были достигнуты определенные успехи в понимании особенностей визуализации церебральной микроангиопатии, были проанализированы изменения внешнего вида основных маркеров с течением времени и взаимосвязь, и также новые возможности визуализации, усовершенствованные маркеры структурно-сосудистых и функциональных нарушений головного мозга. При анализе литературы было продемонстрировано, что рекомендованные в критериях страив термины, такие как гипертенциальность белого вещества и переваскулярное пространство, и церебральное микрокровизление, они активно использовались и заменили какие-либо другие своевольные термины для обозначения этих признаков. А такие термины, как недавний небольшой подкорковый инфаркт, лаконы и атрофия головного мозга, они использовались реже и чаще путались с какой-то другой терминологией. Так, ну здесь представлен лосарий для новых критериев страив. Мы видим, что здесь также остаются недавние небольшие подкорковые инфаркты, лаконы предположительно-сосудистого происхождения, повышенная плотность или гипертенциальность белого вещества предположительно-сосудистого происхождения, церебральное микрокровое излияние, переваскулярные пространства, поверхностный или корковый сидероз, атрофия головного мозга и два новых признака, которые были утверждены в обновленных критериях. Это общая оценка болезни мелких сосудов и микроинфаркты коры головного мозга. Ну, пройдемся по основным критериям. Первый — это недавний небольшой подкорковый инфаркт. Он представляет собой МР-признак недавнего инфаркта, который произошел в течение нескольких предыдущих недель, около трех, соответствующий участку одной перфорирующей артериолы с особенностями визуализации клиническими симптомами, соответствующими поражениями. То есть, во-первых, нужно отметить, что 85% недавних небольших подкорковых инфарктов, они действительно относятся к церебральной микроангиопатии, но 15% они могут быть вызваны другими причинами. Это могут быть имболии с бляшки в среднемозговой артерии, атеромы в перфорирующих артериолах, либо мелкие имболии кардиальные. И при оценке размера, форм, количества и локализации мы можем тоже положить, является ли это проявлением церебральной микроангиопатии возразависимой, либо каких-то других причин. То есть, более мелкие, овоидные, единичные подкорковые инфаркты, они характерны для ЦМА. ЦМА, если это размер больший, форма популярная, это множественные инфаркты небольшие, подкорковые, локализованные, как в каретах и базальных ганглиях, то они могут свидетельствовать о том, что это какие-то именные причины. И когда мы говорим о небольших подкорковых инфарктах, нужно учитывать, что они должны сочетаться с определенной симптоматикой клинической, то есть должен быть очагово-неврологический дефицит, как правило, это чисто двигательный инсульт, либо чисто чувствительный, атакси, неловкая кисть, синдром, атактический геймпорез. Не надо путать небольшие подкорковые инфаркты со случайными дефицитными изменениями, то есть они, как правило, могут быть вообще симптомными, то есть случайная находка при виртуальном проведении МРТ, либо сопровождаются атипичными неврологическими симптомами, когнитивными решениями, эмоциональными, то есть не сопровождающиеся какой-то очаговой, теоретически соответствующей симптоматикой. И тут на слайде представлены основные нерезоляционные критерии сигнальной характеристики этих изменений, то есть это повышенный сигнал на ДВ, на ФАРе, на Д2 изображениях, сниженный на Д1 и из-за сигнал на Д2 с звездой, то есть чувствительный к крови. Размерные ограничения это до 20 мм, то есть до 2 см это давний подкорковый инфаркт. Далее, недавний подкорковый инфаркт, то есть мы говорим, что это сроки до 3 недель возникновения этого очага. Далее, со временем он может подвергнуться различным изменениям, причем предположить или спрогнозировать, по какому пути пройдет дальнейшая эволюция этого очага, не представляется возможным. То есть некоторые очаги, они могут временно исчезать. Есть варианты с полостью образованием, то есть с кавитацией. Это может быть полное образование полости с лакуной, частичное лакуна, даже менее 3 мм. Бывает то, что на месте этого очага остается гиперинтеза, часть белого вещества, то есть без полости образования. Может быть полное исчезновение очага на МРТ, либо остаются изменения геморрогического характера в виде гемосидинового пятна, пятнышка, либо лакуна с ободком гемосидина может остаться. Второй ключевой признак церебральной микроангипатии – это лакуны. Лакуна представляет собой круглую либо овальную полость подкорковую, которая заполнена жидкостью ликваром. Она может возникать по нескольким причинам. Лакуны могут образовываться либо в сходе субкартикального инфаркта недавнего, о котором мы говорили только что, в сходе кровоизлияния, либо они могут возникать дыново в макроскопически неизмененном белом веществе, либо на фоне уже гипертенсивности с ее дальнейшим прогрессированием, которое приводит уже к полости образования. Локализация лакун вариабельна. Если мы говорим о семиовальных центрах, это часто нас наводит на мысли о церебральной мелодной геопатии. Если мы говорим о базальных ганглерах, то она встречается чаще при артериальной гипертензии и ассоциирована с ней ЦМА. Критерии по размерам – это от 3 до 15 мм. Меньше 3 мм полости, они, скорее всего, являются перевоскулярными пространствами, но это не исключение из этого правила. Больше 15 мм полости лакуны имеют в своем генезе другие заболевания, то есть не ЦМА. Лакуны, их значение заключается в том, что они увеличивают риск развития инсульта у людей, в которых его ранее не было вдвое, а также увеличивают риск неблагоприятных отдаленных исходов в пациентах с уже перенесенным инсультом. И мы видим, здесь указаны сигнальные характеристики для лакун, то есть диаметр, как я уже сказала, от 3 до 15 мм. На ДВИ – это из-за сигнала либо сниженный, на флайере – это низкий сигнал, на Т2 – повышенный сигнал, на Т1 – низкий сигнал, и на Т2, взвешенный со звездой, они не визуализируются. То есть лакуны имеют липорные характеристики. И не всегда, ну, как правило, мы говорим, что лакуна окружена венчиком гиперинтенсивности, но не всегда. Гиперинтенсивность белого вещества – это наиболее изученный признак церебральной микроангиопатии, проявляется как гиперсигнал при проведении МРТ в режиме Т2, лучше флайер для этого чувствительнее, и, как правило, симметрично в обоих полушариях. На картинках представлены три степени, ну, стадии развития гиперинтенсивности белого вещества по ФАЗЭКСу. ФАЗЭКС 1, 2, 3. Мы видим единичные точные очаги, частично-сливные очаги и множественные сливные очаги, которые характерны для третьей стадии. Гиперинтенсивность белого вещества ассоциирована с риском развития инсульта, его тяжестью, когнитивными нарушениями, смертностью, инвалидизацией, а также нарушением походки. Развитие гиперинтенсивности белого вещества, оно связано с нарушением реактивности сосудов головного мозга, повышенным артериальным давлением, проницаемостью гематеринцифалического барьера, повышенной пульсацией сосудов и венозным коллагенозом. То есть это подфизиологический механизм, на котором завязано развитие церковной микронгиопатии. Динамика этого феномена, она может проявляться как в виде уменьшения исчезновения гиперинтенсивности белого вещества, либо в стационарном состоянии, то есть может не меняться, либо усугубляться, увеличиваться с увеличением площади, объема гиперинтенсивности, а также формированию на ее фоне локт. Ну и сигнальные характеристики, то есть диаметр, размер гиперинтенсивности, нет каких-то границ или критериев для размера. На ДВИ мы не видим каких-то изменений сигнала, на флайере и на Т2 режимах это гиперинтенсивный сигнал, на Т1 либо ИЗА, либо гиперинтенсивный сигнал, и на Т2 со звездой тоже бывает гиперинтенсивность. Перевоскулярные пространства представляют собой заполненные жидкостью круглые овальные либо линейные пространства, которые повторяют типичный ход мелких перфорирующих сосудов, вяческих через белое или глубокое серое вещество. Когда мы говорим про форму, то есть если мы смотрим на сосуд с поперечного среза, то это, соответственно, форма перевоскулярного пространства будет круглая либо овальная. Если мы смотрим по линейным срезе, то, соответственно, форма будет линейная, соответствующая форме сосуда. Термин перевоскулярного пространства был предложен для тех пространств, которые видимы на МРТ. То есть мы не обязательно упоминать, что они увеличены, потому что они априори увеличены, раз мы их видим по МРТ. Интенсивность сигнала в перевоскулярном пространстве соответствует ликварным характеристикам. Как правило, максимальный диаметр составляет до 3 мм. Наиболее заметными они являются в базальных ганглер, в семиовальных центрах, опять-таки. И перевоскулярные пространства не отражают внушение доминирования интерституциальной жидкости, удаление так называемых отходов или шлаков из вещества головного мозга. Чаще те перевоскулярные пространства, которые мы видим, они являются переартериолярными, и они могут обнаруживаться на МРТ у пациентов раньше, чем лакуны, чем церебральное микроактивное излияние и пришествии к гиперинтенсивности белого вещества. Количество перевоскулярных пространств также увеличивается с возрастом, с учетом существенных факторов риска, и также имеет наследственное предисположенность к их развитию. И сигнальные характеристики опять представлены на слайде, то есть диаметр, как правило, менее 3 мм, 2 либо равно, меньше либо равно 2. На ДВ это без какого-то изменения сигнала, на флайере это сниженный сигнал, на Д2 повышенный сигнал, на Д1 сниженный, ликварные характеристики. На Д2 со звездой мы их не видим. Церебральное микрокровозлияние это небольшие 2,5 мм в диаметре повреждения с пониженным сигналом на МРТ в режиме Д2 со звездой или СВИ, то есть это режим, который чувствительный к компонентам крови. Церебральные микрокровозлияния, они могут быть обнаружены в разных областях анатомических. Это может быть серовещество коры головного мозга, югстокритикальное белое вещество, если мы говорим о церебральной мелодии ангиопатии, либо это глубокие структуры мозга при артериосклерозе на фоне артериальной гипертензии. Чаще всего это глубокое серовещество, базальные ядра, белое вещество из структуры головного мозга. Если мы видим у пациента на МРТ строго долевые церебральные микрокровозлияния, у пациентов старше 65 лет, то это достаточно чувствительный симптом в плане амилоидной ангиопатии, но тоже не всегда. Все достаточно чувствительный, но не специфичный. В некоторых исследованиях также было показано, что церебральное микрокровозлияние не влияет на эффект антитромботической терапии. То есть если мы видим пациента, которому показана профилактика повторных ишемических инсультов, и у него имеется множество микрокровозлияния, то наличие у него множественных микрокровозлияния не должно влиять на нашу тактику выбора от назначения либо отмене кровоизжающих препаратов. Но этих исследований мало, поэтому этот вопрос дискутабельный. Ну и сигнальные характеристики также представлены на слайде. То есть диаметр это до 10 мм. На ДВИ, на флайере и на Т2, Т1, в верхних изображениях они не визуализируются. Мы видим только на Т2 со звездой либо СВИ в виде выпадения сигнала. Поверхностный корковый ситироз это признак наличия продуктов распада крови в кориголовном мозге либо на ее поверхности. Может быть результатом либо субарахноидального кровоизлияния, либо поверхностного кортикального кровоотечения либо из сосудистых полиформаций, либо геморргической трансформации после инфаркта, либо травмы. В большинстве случаев у пожилых пациентов возникает результат субарахноидального кровоизлияния вследствие англоидной ангиопатии. При МРТ мы видим, что в режиме Т2 со звездой и СВИ имеются зоны выпадения сигнала, линейные, которые соответствуют бороздам и извилинам мозга. И поверхностный корковый ситироз является важным предиктором будущих проявлений церебральной англоидной ангиопатии. Это риск будущих повторных внутримозговых кровоизлияний, функционального снижения, то есть сигнализации пациентов от геморргических когнитивных нарушений. Ну и опять-таки видим сигнальные характеристики, то есть размеры и локализация вариабельна. ТВ на флайере, опять-таки на стандартных Т2, Т1 режимах мы их не визуализируем, на Т2 со звездой это выпадение сигнала. Атрофия головного мозга представляет собой уменьшение объема мозга, не связанное с конкретным макроскопическим очаговым повреждением, каким как травма или инфаркт. Атрофия головного мозга, она означает, как правило, подразумевает собой уменьшение объема мозга в период между несколькими обследованиями, то есть когда мы имеем возможность сравнить у пациента объемные соотношения по сравнению с предыдущими исследованиями. Атрофия не является специфическим маркером церебральной микронгиопатии и может быть также обусловлена сопутствующим нейродегенеративным заболеваниям. Поэтому этот признак требует клинической оценки соответствующей. При церебральной микронгиопатии может быть как внутренняя подкорковая атрофия, которая проявляется, которую мы видим по увеличению объема желудочков, так и картикальная, которая проявляется истончением и расширением оборост в конверситальной поверхности. Регионарная атрофия при церебральной микронгиопатии, в которой может включать себя также атрофию гиппокампа, она может совпадать с атрофией, связанной с другими нейродегенеративными заболеваниями, включая болезни лисгеймера. Поэтому тоже обращаем на это внимание при оценке клинической картины пациента. Так, итоговая оценка или общий балл общей тяжести при церебральной микронгиопатии. То есть задача, которая была подставлена в первых критериях STRIF, это разработка шкалы визуализации, которая будет отражать общую тяжесть церебральной микронгиопатии, чтобы по возможности спрогнозировать исход заболевания, а также улучшить отбор участников и стратификацию пациентов для каких-то исследовательских задач. То есть итоговая оценка, она рассматривается как группировка сочетания общепринятых маркеров ЦИМА в единый индекс или балл. В настоящее время существует несколько визуальных оценок и шкал. Одна из наиболее используемых, она включает в себя четыре основных признака. Это церебральная гиперинтенсивность белого вещества, лакуны, перевоскулярные пространства, церебральное микронгровое излияние. И тут представлено, как мы их оцениваем. То есть для гиперинтенсивности это наличие фазекс 2 или 3, для микрокровоизлияния одно и более микрокровоизлияние, лакуна также одна и более, и наличие перевоскулярных пространств в подкорковых структурах. И оцениваем по балльной системе от 0 до 4 баллов, где 0 баллов — это отсутствие полной указанных характеристик, и 4 — это наличие всех четырех признаков вышеуказанных. Последним основным пунктом, основным, который был внесён в критерии обновлённой — это корковые микроинфаркты. Они были впервые описаны как небольшие ишемические поражения, которые мы не видим невооружённым глазом, часто обнаруживающиеся при микроскопическом исследовании, преимущественно в коре головного мозга, у 16-42% лиц, умерших либо естественной смерти, либо в результате возрастных умений при аутописи. Корковые микроинфаркты, они также не являются специфичными для церебральной микроангиопатии и могут встречаться при микроэмболии сердечных и сердца или других артериальных источников. Корковые микроинфаркты, они связаны со снижением когнитивных функций, они могут быть обнаружены при обычной МРТ, в том числе Т1 и ФЛАР последовательностях, а также на ДВ, если это свежий микроинфаркт, которые возникли в течение последних нескольких недель. Если мы говорим о застарелых микроинфарктах, то они проявляются на Т1 гипоинтенсивным сигналом, на Т2 и ФЛАР гиперинтенсивностью, имеют обычно длинновидную форму и размер их ограничивается 4 мм. И тут на слайде опять представлены сигнальные характеристики, то есть до 4 мм. Если это острый, то на ДВ светящийся очаг, на ФЛАРе может быть как повышенный сигнал, так и сниженный, на Т2 повышенный сигнал, на Т1 сниженный. На Т2 взвешенных изображениях со звездой мы его не визуализируем. И есть еще признаки, которые рассматривают в качестве признаков церебральной микроангиопатии, которые еще не утверждены в критериях. Это случайно выявленные ДВИ-позитивные изменения. Их также могут называть острым инфарктом, гиперинтенсивностью на ДВИ, острым скрытым или симптомным инфарктом. Эти случайные ДВИ-позитивные изменения, мы их утверждаем в том случае, когда при МРТ-сканировании в отсутствии какого-либо нового очкового неврологического дефицита, мы обнаруживаем светящийся очаг на ДВИ. Либо если у пациента есть какая-то симптоматика, но эта симптоматика топически с этим очагом не связана. Ну и, соответственно, по МРТ-признакам это небольшие гиперинтенсивные ДВИ-очаги с гиполизно-интенсивным сигналом на ИКД-карте. Так же случайные ДВИ-позитивные изменения могут указывать также на острое кровоощрение либо геморгическую трансформацию, инфаркты или первичное кровоизлияние в случае, если они сопровождаются также гиперинтенсивным сигналом на Т1. Так, ну и дополнительные исследования, которые могут нам помочь, но это больше для научных каких-то исследовательских целей, которые могут помочь оценить структуру и функции головного мозга. Это диффузионная МРТ, то есть простую ДВИ мы используем для выявления острых ишемических очагов, а когда мы сочетаем ДВИ с моделированием, мы можем характеризовать микроструктуру тканей. То есть есть у нас модель диффузионно-тензорной визуализации, которая может позволить нам оценить диффузию воды в ткани, именно в микроструктурном уровне. Есть определенные исследования, которые показывают определенную взаимосвязь с тяжестью, с клинической симптоматикой церебральной микроангиопатии, но пока эти маркеры и эти результаты исследований, они не имеют именно специфичности в отношении церебральной микроангиопатии и требуют дальнейших исследований. Также мы можем оценить перфузию и мозговой кровоток для оценки функций головного мозга и визуализацию гематоэнцефалического барьера. То есть данные, полученные в 2013 году, они указывают на то, что дисфункция гематоэнцефалического барьера является ранним патописиологическим механизмом для сердечных заболеваний, но эта дисфункция, она также не является специфичной именно для церебральной микроангиопатии. Есть специальные сложные методы МРТ, которые могут измерить дисфункцию гематоэнцефалического барьера на основе проницаемости контрастного вещества. Эти подходы, эти методы МРТ, они показали повышенную проницаемость через гематоэнцефалический барьер, который ассоциирован с такими знаменитыми, как гиперинциденция белого вещества на МРТ, а также связью с когнитивными нарушениями, региональной гипоперфузией и повышенной диффузионной способностью тканей, которая отражает их дегенерацию. Тут на слайде представлены минимальные перечень режимов, которые необходимы для диагностики и определения всех критериев церебральной микроангиопатии. То есть это должно быть МРТ в режиме Т1, диффузионно-взвешенные изображения Т2 и флайер, плюс должен быть хотя бы один из режимов, который чувствительен к парамагнетикам, то есть к компонентам крови. Это либо Т2 со звездой, либо СВИ. Также одним из дополнительных режимов может быть МР-ангиография. Так, здесь представлены последовательности, которые необходимы уже для исследовательских задач. И тут в таблице также представлено, как происходит оценка основных критериев микроангиопатии. То есть для большинства, мы видим, что для большинства признаков это только визуальная оценка, нет каких-то автоматизированных методов подсчета. Большей частью это просто визуальная оценка человеком, то есть специалистом, который описывает это МРТ, и подсчет этих изменений количественных. Так, ну и дальнейшие цели в изучении церебральной микроангиопатии и ее МРТ проявлений, это провести различия между недавними подкорковыми инфарктами, вызванными внутренней патологией мелких сосудов, и давними небольшими подкорковыми инфарктами, вызванными какие-то иными причинами. Это те 15%, которые озвучивала я ранее. Затем определить патологию мелких сосудов, которая вызывает недавно небольшие подкорковые инфаркты, и случайные ДВ-позитивные очаги. Выявить патологию, которая вызывает более постепенное развитие церебральной микроангиопатии, то есть механизмы, которые приводят к формированию именно изолированной гиперинтетивности белого вещества. Затем определение факторов риска вторичного повреждения головного мозга на фоне уже имеющихся МРТ изменений, и определить мероприятие о предотвращении задержки или даже обращению вспять прогрессирование церебральной микроангиопатии. Ну, в целом всё. В целом мы можем оценить эти... Если мы говорим про какие-то там дифференциальные диагностические вещи, там уже, допустим, определение там определенных видов церебральной микроангиопатии, то тут лучше советоваться, наверное, с коллегами-рентгенологами. А так в целом оценить основные, наличие основных критерий, основных признаков по МРТ, это под силу и неврологу в целом. Ну, обычно, сейчас её обычной практики нет, потому что, в принципе, она была утверждена и внесена в основные критерии, это статья от 2 ноября-декабря 2023 года. Так она ранее использовалась именно в исследовательских каких-то целях, вот сейчас, возможно, будет применяться и в культуративной оценке. Ну, сейчас пока у нас никто это не описывал, мы описывали только в исследовании. То есть те пациенты, которые у нас проходят по научной тематике, по церебральной микроангиопатии, у них описывается эта общая тяжесть в баллах. Вот именно по той шкале, которую я называла, наиболее часто используется. Ну, там в целом тоже, как бы, она достаточно так простая шкала. Да. Есть, нет, признак. У нас в МКБ, что там, АЧС-1.8, либо АЧС-1.8, а древочным ставим, да. Есть вопросы, мы будем рады на них ответить. Как я вижу, вопросов нет. Тогда спасибо всем за внимание, за участие в наших журнальных клубах. До встречи в новом учебном году в сентябре. Спасибо. 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 Спасибо.